Мы наблюдаем с одной стороны очень точную и уверенную и такую осознанную политику, дипломатическую линию со стороны России, которая встречает в кои-то веки реальный интерес, не вот такое вроде как одобрение «молодцы, вы теперь взрослые, вы теперь хорошо себя ведёте и правильно, но мы сейчас тут решим, вы нам поможете». Сейчас явно другая ситуация, потому что уже никто не знает, что делать, и российские предложения по Сирии, и действительно, я надеюсь, что и по Ирану сейчас, они реально помогают куда-то переориентировать то течение, которое до этого несло непонятно куда. Россия действительно гораздо увереннее себя чувствует в мировой политике, и никто уже не оспаривает, в том числе и люди, и эксперты, и политики, которые не испытывают симпатии ни к президенту Путину, ни к министру Лаврову, ни к остальным нашим деятелям, но никто не отрицает, что они играют очень весомую роль в мировых делах. И, так сказать, недавний опрос журнала Forbes, неожиданный, он это снова подтвердил. Но для нас, мне кажется, это должно послужить прежде всего предостережением, потому что очень легко впасть в некое убаюкивающее ощущение, что вот нормально всё, хорошо же, идёт и признают это. Между тем, либо стагнация, либо скольжение вниз по внутренним вопросам, прежде всего по, собственно говоря, ведь главное – это институциональная устойчивость государства и общества, и тут мы прогресс не наблюдаем. Наоборот, вот это можно назвать отсутствием оптимизма, но оптимизма отсутствует, мне кажется, не только потому, что нет куража, а ещё и потому, что действительно целый ряд проявлений, которые мы наблюдаем, ну, совершенно не внушают оптимизма, что не повод опускать руки, но тем не менее. По поводу мягкой силы, я думаю, то, что наблюдается рост, скорее всего, действительно в восприятии экспертов, эксперты оценивают те усилия, которые предлагает государство, а за последние 2-3 года и разговаривать об этом стали гораздо больше, и реальные мероприятия проводятся, и деньги вкладываются, что, в общем, хорошо в любом случае. Но при этом общая открытость вроде как оценивается позитивно, а дальше вопрос, в восприятии за рубежом России как открытой страны никакое просто, вот огромное красное это самое поле. То есть, что показывает, что мы мягкую силу используем, и это все видят, и это все оценивают, а результат, вот, по крайней мере, в этом не работает. То есть, то, что происходит у нас внутри, оно перевешивает те усилия, которые прилагаются для того, чтобы исправить имидж. Обмануть по-серьезному, то есть представить себе картину, которая никак не коррелирует с реальностью, и ее продавать, уже сейчас не получится. Мир другой, и раньше это не очень получалось, но сейчас в особенности.